Всем привет, ребята! Вы на моем АСМР-канале. Как всегда, с вами Лиса. И, как вы уже догадались, сегодня у нас очередное традиционное чаепитие Мокбанг. У меня сегодня такие прекрасные тортики. Это медовик, это меренга с малиной, а это заварное пирожное. Заваривайте себе поскорее кружечку чего-нибудь бодрящего, горячего, вкусного. Меня, как всегда, чай с бергамотом, без сахара. Но в этот раз я добавила в него клубнику. Это наш давний семейный рецепт. Нужно несколько ягодок раздавить в чашке. Можно с сахаром, можно без. Я без, поскольку с сахаром чай не пью. И заварить в этой же кружке чай, как обычно. Получается, что тут плавают кусочки клубнички. Чай становится очень ароматным и вкусным. Прекрасно. Ну что, давайте, наверное, начнем с цвета божественного эклера. Такой громадный. Класс. Очень свежий. Все эти вкусняшки я купила в небольшой кондитерской возле моего дома. Прямо у меня во дворе. Такой семейный бельнес небольшой. Они там тут же пекут это все и придают. Ну так вот. О чем мы сегодня будем с вами разговаривать? Эта тема часто поднимается у меня в комментариях. Вы спрашивали об этом неоднократно. И сегодня я вам все-все расскажу. А именно, почему я начала снимать ASMR-видео. Для тех, кто не знает, расскажу, что вообще такое ASMR-видео, как их нужно смотреть. Расскажу о том, как начало вообще все это снимать, как к этому пришла, с какими трудностями столкнулась. И немножко поговорим про хейтеров. Масленный крем. Несмотря на то, что все мои видео, в которых я говорю шепотом, заглавлены как ASMR, то есть эта аббревиатура присутствует в названии, в описании, я практически в каждом закрепленном комментарии пишу о том, чтобы вы не забывали одевать наушнички, когда их слушаете. все равно стабильно под каждым видео, человек 10 зададут вопрос, почему я разговариваю шепотом, почему я использую пластиковые приборы, зачем я ем в кадре, и вообще, что это за ужас. Термин ASMR, из английского ASMR, переводится как автономная, сенсорная, меридиональная реакция. Длинное страшное название, на самом деле, оно объясняется очень просто. Это вот такое покалывание в затылочной области, и те самые мурашки, которые вот у нас бегут по рукам, по ногам, когда мы слышим какие-то приятные для нас звуки. Эта реакция может быть вызвана чем угодно. И я так понимаю, что не все люди, в принципе, чувствовали это когда-то в своей жизни, то есть это не у всех бывает. Вызываться она может абсолютно разными факторами, ну, так называемыми триггерами, да. У кого-то мурашки от шепота, у кого-то от вот этих вот всех постукиваний, там, шуршаний, лопаний каких-то пластиковых вот этих шариков, песка, всего остального. кто-то любит смотреть ролевые игры, паритмаферы, как-то там ножничками восьми постригут массажа, вот это вот все. И есть часть людей, кто ASMR-эффект ловит именно от итингов. Насколько я поняла, их не так много, поэтому это не такая распространенная тематика, область для снятия ASMR-видео. Очень вкусно. Остановите меня, я не могу оторваться. Ну так вот, может показаться, что я такая умная, но так хорошо в этом всем разбираюсь. На самом деле, я сама узнала о том, что существует такое понятие, как ASMR, только когда первый раз набрела, скажем так, на подобные видео в YouTube. Но с самого детства у меня всегда вызывала какую-то такую неоднозначную реакцию, когда кто-то ел в моем присутствии что-то хрустящее, особенно яблоки. Боже, я обожала всегда, когда даже маленькая была, обожала слушать, как кто-то ест яблоки. Доходила до смешного, там, допустим, мы смотрим с мамой телевизор, но есть яблоко, когда она не подоедает, я говорю, мам, может тебе еще одно принести? Мне настолько нравилось вот слушать этот хруст, я понимаю, это звучит как какое-то возвращение, ребята. И вплоть до прошлой весны я не знала вообще, почему так происходит, что это такое. Разумеется, я не ловлю этот эффект каждый раз, когда кто-то ест в моем присутствии. И если мы обедаем там с мужем вдвоем выходной и едим борщ, то я не сижу вся покрытая мурашками и такая вот прямо. Нет, это все не так происходит. Но иногда при определенных условиях, особенно если смотреть подобное видео, в наушниках, в расслабленном состоянии, да, вот эту вот фишку, эти мурашки, их можно поймать. Очень хочу эту штуку попробовать. Потому что медовик, это как бы в Африке медовик, а вот это какая-то интересная. Называется меренговый рулет с малиной или с клубникой. Я даже не могу объяснить вам, что там. Вот это так вкусно. От волбушки. Ну, так вот, как я... Продолжаем. Как я вообще пришла к тому, чтобы завести подобный канал на ютубе и снимать такие видео. в прошлом году, весной, еще до того, как я для себя открыла, в принципе, этот мир, АСМР, поняла, что это такое, я нашла случайно, набрела в интернете на видео, как девочка, ну, она довольно известный блогер, просто ест суп и что-то рассказывает. И залипла на это видео, и пересматривала его раз 20, и не могла понять, почему же мне все время тянет его смотреть. и вот не знаю, вот как какую-то такую мне неоднозначную реакцию это вызвало. Я решила погуглить, а может быть, есть еще такие подобные видео. Ну, разумеется, нашла свою обожаемую Hungry Cakes. Это филипинка, которая снимает АСМР. Я по сей день ее смотрю, очень люблю ее видео. нашла САС. Тоже раньше ее очень любила. Честно говоря, ребята, после вот этого ее видео, когда она съела жилого осьминога в кадре, на миллион она сняла его, я не могу больше ее смотреть. Вот серьезно. Она его уже удалила. Не знаю, удалила ли она его сама, либо YouTube его заблокировал. Но суть в том, что я каждый раз теперь, когда я включаю какое-то ее нормальное видео, где она есть какой-то адекватную еду, вкусную еду, я все равно у меня перед глазами стоит эта картинка с этим несчастным осьминогом. Кошмар. В общем, не будем грустным. Вот. И я тогда, когда набрела на Хандри Кейкс, начала очень плотненько смотреть ее канал. мне очень нравилась. И, естественно, я задалась вопросом, а есть ли что-то подобное на русском YouTube, чтобы это было русскоязычное видео, потому что, ну, как вы знаете, Хангри Кейкс, Томесас, они все англоязычные. И я ничего не нашла. Ну, серьезно, у нас как-то очень развита вот эта тема с ролевыми играми, с всякими триггерами. Ну, короче говоря, все, что можно, кроме идтингов. Мне как-то стало обидно за таких же чудаков, как и я, которые могут поймать этот эффект только от звуков еды. Потому что меня вообще больше не оставляет ничего. Абсолютно. Ни шепот, ни шум дождя, ни ролевые игры, ну, вообще ничего. И тогда, к концу прошлой весны, меня начала формироваться в голове эта идея. Попробовать открыть свой канал. Я никогда не занималась съемкой, никогда не занималась видеосъемкой. У меня не было и нет по сей день реального живого аккаунта в Инстаграм. То есть, я там была не зарегистрирована. И сейчас у меня есть аккаунт, но он чисто как бы аккаунт, когда выкладываю там фотографии из очередных видео в качестве анонсов, какие-то кусочки, обрезочки видео могу там выложить. Ну, короче, такое. А вот в обычной жизни у меня не было Инстаграма, я не снимала оттуда никаких видео, не занималась вот этим блогерством, короче говоря. Вот. Поэтому для меня все это было вообще в новинку. Очень непривычное дело. Вынашивала я эту идею, наверное, все лето, как-то вот думала об этом, планировала, как бы это могло быть. Тогда же уже придумала, что снимала бы обязательно в маске. Ну, во-первых, я вам честно скажу, ребята, я не афишировала эту свою деятельность среди друзей. Поэтому по сей день как бы очень мало человек из моего окружения знают, что я веду канал, где снимаю см-ритинги. Поэтому маска это, ну, с одной стороны, как элемент двигальности какой-то, потому что вам так интереснее, когда вы не знаете, как я выгляжу в реальности. Мне так проще, потому что особенно в первых видео я как бы довольно сильно стеснялась. Сейчас уже этого нет, потому что уже больше 80 раз я выкладывала видео, господи, ужас какой. Вот. И я вот как-то все прошлое лето была одержима этой идеей завести ютуб-канал и попробовать снимать свои интинги. Что, давайте попробуем медовик. Вот это было вообще потрясающе пироженка. для тех, кто любит медовик, это прям тема. Такой классический, домашний, вкусный медовик. Ну и, короче говоря, закончились все эти мои планы и мечтания тем, что муж в сентябре прошлого года на день рождения подарил мне камеру, на которую я и начала собственно снимать все эти безобразия. Но канал я начала вести уже намного позже, то есть где-то в ноябре, по-моему, в конце ноября прошлого года вышло мое самое первое видео. Почему так долго такой промежуток вышел между днём рождения, когда была подарена камера и первым видео? Потому что я поняла, что, во-первых, мне нужен свет помимо камеры, мне нужен микрофон. Микрофон мы как бы почти сразу купили, это такое. Да, вся загвоздка была в свете, потому что профессиональный свет стоит довольно дорого. И по сей день я пользуюсь самодельными двумя софтбоксами, которые мы с мужем сделали сами. Они, кстати, довольно-таки прилично работают. Мы делали такие картонные как бы каркасы, использовали лампы дневного света, и я пошила чехлы, которые выполняют роль рассеивателя. Ну, короче говоря, с виду они довольно-таки страшненькие, но выполняют свою функцию хорошо. Я пока ими довольна. Конечно, мне хотелось бы профессиональный свет, но все со временем. Вот. И пока все вот эти подготовительные этапы в виде покупки микрофона, освоения камеры, в виде софтбокса. Короче говоря, первое мое видео я выпустила вот в конце ноября. Знаете, если сейчас сравнивать мои первые видео и то, что у меня получается делать сейчас, это при том, что с момента снятия съемок первого видео у меня не менялись совершенно никакие технические характеристики. То есть камера та же, микрофон тот же, софтбокса те же. но я считаю, что я вижу этот прогресс. Я как бы улучшила в любом случае улучшила качество выпускаемого контента. Я постоянно над этим работаю, фон у меня появился новый, я ищу как-то постоянно свой идеальный ракурс, стараюсь как-то обрабатывать видео по-разному, использую для этого разные программы, экспериментирую, ну я думаю все помнят мое видео с двойняшками, которое я сняла на 10 тысяч. Вот, короче говоря, стараюсь выжимать максимум из тех технических возможностей, которые у меня сейчас есть на данный момент. мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, хотя, конечно, ну, наверное, процентов 90 из моего реального окружения, те, кто знает о том, что у меня есть канал, отреагировали примерно следующим образом, типа, что? Как мне одна подружка моя сказала, я, говорит, конечно, знала, что ты кончена, но чтоб настолько. Ничего страшного. В любом случае, уже есть на данный момент 17 с половиной тысяч человек, которые думают по-другому. Согласитесь, это мотивирует. меня всегда очень трогают ваши комментарии, ребята. Как вы знаете, я читаю абсолютно все, что вы пишете. Стараюсь отвечать каждому, каждому поставить сердечко под комментами, если он мне понравился. Ну и, конечно, с ростом подписчиков, с ростом количества просмотров, неизбежно в любом случае сталкиваешься и с ростом хейтеров. Господи, чего мне только уже не писали. И что я кривая, косая, страшная, жирная, ужасная, короче, и все такое. Маску я одеваю, потому что у меня какие-то проблемы с носом. Скорее бы я обожралась и сдохла от ожирения. Что еще? Ну, о том, что я разговариваю или ем жестикулирую и размахиваю вот так вот головой, боже, но я болезнь Паркинсона и невралгия и вообще шизофреничка в пятом колене дура. Вы знаете, как я вообще реагирую на подобное? Поначалу не то, чтобы меня это цепляло, я просто не ожидала, что в людях может быть столько злобы. как-то я в реальной жизни с этим не сталкиваюсь практически. А тут такой поток неадеквата. Не сказать, чтобы мне, чтобы я злилась на них, у меня это все вызывает, скорее, знаете, какое-то недоумение, потому что, ну, я вообще не такой человек по натуре, я не злая, если, допустим, мне что-то не нравится вот на том же ютубе, да, если я зашла к какому-то человеку на канал, посмотрела его видео, мне вообще не понравилось. Я закрою и не буду больше смотреть и не делаю из-за этого проблем. Я не полезу в комментарии, не начну писать, что он псих, больной, извращенец и тому подобное, но это личное дело каждого, что снимать, что заливать на ютуб и все остальное, да. Мне нравится тебе, не смотри. Нет, каждая, вот, понимаете, подобная личность считает своим долгом, держась в комменты и рассказать мне, кто я есть по жизни, кем буду и как это все плохо закончится. Хочется сказать просто, что люди, будьте добрее, ну вот серьезно. В этом мире так много всякой гадости и без вашего негатива. вот эта грязь, которую вы там, да, льете на кого-то, она до этого человека, может быть, даже не дойдет. Вот до меня это все не доходит, я не принимаю это на свой счет, поэтому это все остается на ваших руках, в ваших головах и в ваших душах. Это грязь. Я не пускаю ее в свою жизнь, я не пускаю ее на свою территорию. Если вы заметили, я, ну я как бы сразу об этом честно говорила, да, я блокировала, удаляла и буду в дальнейшем так поступать со всеми неадекватами. Я абсолютно спокойно воспринимаю конструктивную критику, я никогда не удаляю комменты, в которых там люди что-то, ну высказывают свое отношение к каким-то моментам, которые их не устроили, но я всегда удаляла и буду удалять оскорбления. Ну пока это в моих силах, пока этих комментариев не так много, что я могу просмотреть все и поудалять там те, которые считаю неадекватными. Канал — это часть моего пространства личного, и я просто не хочу, чтобы здесь была эта грязь. Я уже наелась, ребята. На этих выходных мне произошло радостное событие относительно моего творчества. муж мне подарил веб-камеру. А это значит, что мы можем проводить с вами стримы. Я жутко волнуюсь, потому что это еще неизведанная для меня часть ведения канала. И, наверное, первый стрим, ребята, мы проведем, когда количество подписчиков на моем канале достигнет 20 тысяч. я так для себя как-то обозначила эту цифру. Я думаю, что это произойдет где-то недельки через две с половиной. И мы попробуем с вами провести первый стрим. Напишите мне в комментариях под этим видео, будете ли вы смотреть. Интересно ли вам, в принципе, такое направление от меня увидеть. И как вы к этому относитесь. У меня много еще идей, на самом деле, ребят. Мне хочется новый классный микрофон. Хочется бинауральный микрофон, такой, знаете, с ушками, чтобы жевать вам то вправо, то влевое ухо. Я очень хочу хороший свет. Такое, знаете, светодиодное кольцо. Потому что вот у видео, которое я, помните, выпускала с двойняшками, это классная идея. Мне нравятся подобные видео. И я не видела подобных ASMR-итингов ни у кого. Но в силу того, что у меня довольно-таки средненький свет, я не смогла ее реализовать в полной мере. И в дальнейшем, как бы, я помню, сколько я научилась тогда с этим видосом, пока у меня не появится нормального освещения, я не смогу такие видео делать. Это просто нереально. Так что идей, ребята, у меня еще очень много. Канал продолжает развиваться, расти, аудитория продолжает увеличиваться. Я безумно этому рада, что у моих лесят становится все больше и больше. Так что шоу must go on, как говорится. Ну что, наше чипите подошло к концу. Я уже наелась. Допила весь чай. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то не забудьте поддержать меня лайками. А самое главное, помните, лиса вас очень-очень любят. Пока-пока.